всем привет нас сегодня ждет увлекательное путешествие в мир дикого запада серьезно да то есть надо на пони и вперед туда в прерии на пони да но мне на пони тебе на лошади стану просто конечно и под музыку сержали господи не у мариконы у нас сегодня в студии машинка иван это вот гришенко взрослый уже мальчик ребенок себя ведет в игрушки играет говорят с нами да заставили и алиса уволит сегодня первый раз на камеру если понимать о чем я опять пошла шутка ушла вырезать она от 12 лет нормально тогда в титры поставь когда в титры можно 12 лет на фишка в том что мне достаточно простая механика поймет даже восьмилетний я могу поиграть но сейчас машинка потом рассказывать как это происходит все дело на столе как эта замечательная игра играется потому что мы уже парки одну пробную сыграли прогнали это очень круто я как матвея вторую могу сказать что заходит гришу туалетная бумага видно выкинь просто из кадра паж и так эта игра у нас идет от четырех до семи игроков чтобы поиграть в нее вам нужно понятно сделать народу побольше но это такая очень классная веселая party игрушечка которая включает себя достаточно простые правила часть из них написано прямо на карточках то есть вам требуется буквально минут десять чтобы разобраться в правилах и после этого можете уже начинать свою игру партии дед у нас от 20 до 40 минут зависимости от количества игроков и от количества карт которые у вас будут присутствовать в игре вот и как я уже говорила так правило достаточно просты она легко заходит на какие-то компании на какие-то вечеринки и прошу обратить ваше внимание что у нас сейчас идет оригинальная коробочка в руках также у нас есть несколько дополнений которые мы обязательно сыграем если вам понравится наш сегодняшний летсплей тире обзор вот баня покажет как раз таки что мне во первых понравилось в этой игре это опять же большое количество отсылок различным пестерном каким-то персонажем которые есть в известных нам фильмах то есть фанатам кино про дикий запад будет очень интересно в нее поиграть вот ну и в принципе фанатам каких-то простых настольных игр также будет интересно поиграть и также многие которые играли в эту игру отмечают что данная игра хороша для тех кто начинает свое путешествие в мир настольных игр то есть она простая она веселая она зайдет практически на любую компанию так что предлагаем вам окунуться вместе с нами в мир дикого запада и посмотреть на то как мы весело в нее играем и так мы уже для начала разложили планшеты персонажей вот мы пока что не знаем кто из нас кем будет у нас есть четыре карточки с ролями у нас есть одна роль ренегата у него цель убить абсолютно всех далее у нас есть два бандита у них цель убить шерифа и также у нас есть шериф у него цель убить всех так сказать остаться единственным вершителем правосудия в этом городе собственно сейчас мы начнем с того что мы будем распределять роли случайным образом ну давай вот соответственно предлагаю разложить их вот так вот четверо и каждый из нас сейчас вытянет карточку фишка в том что кто сейчас вытягивает шерифа тот себя раскрывает остальные остаются в тайне да он к сожалению самый видный парень потому что не стесняется своего значка шляпы положение и дурачка помощника вот но помощника в данном случае нет и если бы у нас было немножко игровых побольше то у нас был бы еще помощник шерифа его карточка у нас выглядит вот так вот вот но так как у нас всего четверо у нас всего два бандита один ренегат и один шериф то есть такая самая минимальная партия для этой игры ну погнали потанцуем так кто шериф скрываете о погрешу только что он был грязным сон у нас всех мучил получится назад и теперь городе нет хорошо мы поняли гриша берегись после этого у нас есть карточки с ролями тут есть опять же всякие известные персонажи фильмов или и не только это герой как бы ваши герои да у каждого есть какие-то свои собственные особенности и собственно по одному в открытую мы героев раздаем вот смотрите начнем с меня я кит карсон ну узнается наверное многими персонаж такой кит карсон у меня том кит чум а я не знаю кто это вот собственно вот такой вот прекрасный усатый мужчина мне очень нравится его усы как и шляпа у него есть определенное свойство в любой момент игры можно сбросить две карты чтобы восстановить одну единицу здоровья а я фазе набора карт ему три карты и оставляю 2 одну сбрасываю то есть больше у меня выбор ты сбрасываешь или кладешь наверх колоды ой наверх колоды и вот это важно то есть ваня у нас будет знать какая карточка для следующему игроку скорее всего скорее всего мне алиса тут я сегодня человек без имени у ничего нового то есть там пустой бланк такой даже картинка есть вот при каждом попадании в меня я делаю проверку если я очень вытягиваю черву то я отменяю это попадание в него сложнее попасть человек без имени и интересно откуда же это было я даже не получит подскажите комментарии бучка саде папа всякий раз когда тянет когда я теряю единицу жизни я тяну карту из кого ох ты усиляясь там из на пиво находят или оружие какой-то коллег мне больно потяну кайф вот теперь мы распределяем себе жетоны здоровья это жетоны пуль в нашем случае мы выкладываем столько сколько у нас написано на карточке персонажа и шериф берет себе одно дополнительную потому что его задача трудно и опасно и все начинают сразу же пулять шерифы в общем для нас он как подушечка для иголочек так у тебя кстати 4 да это так себе почку вырезал смело окей теперь мы должны набрать себе определенное количество карточек в зависимости от количества жетонов пуль то есть шериф у нас набирает 5 карточек мы все остальные набираем по 4 ну все это игре по часовой привязаны к движению стрелочек как вестерных как ясно да бери 4 вот и мы начинаем естественно с шерифа и после того как шериф у нас походит мы пойдем по часовой стрелке вот пока четыре карточки посмотрели что там у кого интересненького вот значение карточек мы будем вам рассказывать по ходу игры так как игра достаточно популярна обзоров на нее много поэтому у нас акцент больше на такую веселье в нашем летсплее какой-то тусню поэтому все будем по ходу дела объяснять и рассказывать вот естественно греша мы начинаем с тебя у каждого игрока есть три фазы которые можем походить первая фаза это фаза набора ты добираешь две карточки на руки вот после этого ты можешь использовать неограниченное количество карточек но можешь использовать только одну карточку bank ну чтобы кого-то пострелять и третья фаза это сброс если тебя допустим больше пяти карт на руках ты сбрасываешь лишние в колоду сброса ну что чертестами давай гриша так хорошим шерифу нужно хорошее оружие так поэтому да на волкане о волкане к это очень мягкое оружие на самом деле потому что он позволяет сделать несколько раз bank неограничено но расстояние один то есть фишка в чем если расстояние один греша может только соседа справа или соседа слева стрелять то есть в того же ваню он стрелять не может пока не обретет например какую-нибудь карточку прицела который дает плюс один на расстояние прощайте дамочки приятно было познакомиться я том кетчуп я тебе не дамочка смотри какие у меня усы если ты будешь как кетчуп реально как банка с кетчупом слышь сейчас подожди поток слышь у него карт ох вы бы знали сколько мне бэнгов господи иисусе работникам департамент департамента зарплату повысили просто жирует шериф сам гол самый главный бандит в этом городе как бы это вообще я думаю надо спросить ваши документики слушайте мимо с вашими документиками чтобы отменить bank я кидаю карточку мимо вообще то стоит сказать что в этой игре очень прикольные такие вот дата щитки где все показано тут все хорошо видно что это делает карта типа оба значок стреляет просто он выбираешь игрока я понимаю любого но это значит другой а это типа хопа отменить отменить да то есть попало в шляпу не попало в меня тут довольно простая инфографика вот все бэнк я тебе отменил а это уходи биги то увы я вынуждена сбросить один жетончик я думаю треть раз быть нам не помешает боже мой любит троицу а вся четвертая еще есть а нету но есть и думаю что ты так оделся то фигушки посидишь в тюрьме а в такой тюрьме смотри он может на любого кинуть тюрьму в чем фишка начале твоего хода до фазы добора карт ты тянешь карту если упадает червы ты выходишь из тюрьмы не пропускаешь ход если вытягиваешь не червы ты все равно выходишь из тюрьмы но пропускаешь ход а почему ты такие антуражные карты и ты шериф но при этом тюрьму нужно быть тюрьма что тюрьму нельзя играть на шериф да то есть ну это было бы странно тюрьму везучую ладно то бишь меня да еще кимуть будет выход окей да ты все я все так вас сброса не нужно потому что у тебя меньше пяти карт я беру две да я не верну в тюрьму ну что шериф мы останемся одни в городе оба это не ренегат ли случайно хочет остаться шерифом наедине чтобы выиграть это у меня там кетчуп подожди-ка у меня тут это самое поскольку шерифа я не могу здесь посадить тюрьму я посижу за бочкой я думал в тюрьме как они дуэль подготовили как бы эти пути дядь теперь когда у меня стреляют я тяну карту если я вытягиваю черву то у меня не попадают и плохо и плохо так же я еще играю дирижанс и беру две карты тут фишка игры что можно как бы раскачегарить свою руку набрать и так особенно вот гриша такой страшный шериф я вызываю себя на дуэль дуэль работает так тому кому кинули дуэль нужно скинуть бэн карточку если он скидывает после этого алиса такая ладно мой выстрел если есть что скидывать есть когда тогда продолжается дальше до тех пор пока кто-то не сможет кто-то спасает получит одно ранение поскольку шериф уже всех расстрелял похоже что да но у меня есть плюсик каждый раз когда теряю жизнь я беру карту да ладно точно ну в общем давайте валить его черта хитрый шериф но ничего страшного ну ладно хотя бы две жизни ему скинули это уже неплохо я считаю так я остановлюсь на этом хорошо нет но ты вышел из тюрьмы но ты вышел из тюрьмы хорошо что индейцев скинули передатчик меня никогда без передачки подожди я как бы тоже чем ты остановилась там нужно все смотрим коварный план был коварный фишка в том что я не выкинула червы поэтому я вышла из пропускаю вот мы просто посидим лавочки посмотрим куда мы такие люди просто она ренегат он шериф все понятно все понятно вот я про тоже говорю значит делать так мочить ее а потом мочить его вот я знаю что делает шериф после смены он идет в твоем возрасте падра это уже опасно с ними нет здоровья в чем фишка смотрите у нас у всех на карточках персонажах изображено как бы лицо по по плечи как бы а у него кусок лица изображен мне кажется остальное скидно показывать там же все пропит мне кажется не все нам еще не что выпить господи иисусе куда влезает только скажите мне так вот я напился и как положено любому уважающему шерифу у меня должен быть свой конь в общем мустанг тоже противно но конкретно для нас карта потому что теперь что попасть кришу нам нужно по крайней мере соли сооружие которое на котором нарисована двоечка до баня то что ты знаешь что водить не трезвом виде даже мустанга запрещено в этих краях в этих шериф его никто не остро я знак он я знаю как он такой кармана деньги такой вот мой штраф спасибо и в другой кладет кстати о штрафах паника заставляет рандомно сбросить либо с руки карту либо любую которая лежит на я так понимаю ну вдруг ты захочешь меня стрелять но ты должен помнить что у меня есть бочка я тяну карту если вытягивать черву ты не попадаешь меня но способность нового персонажа точно такая же поэтому я буду тянуть дважды и тебе придется стрелять меня снова и снова вообще я бы сказал что это работает потому что это все таки но если не сказано отдельно тут ничего такого такого нету правила да вот тут нет правил тогда дайте чтобы грохнуть мне будет тяжело грохнуть дабыл червы как это я шериф обороте ну-ка дай-ка я у тебя вытягивать давай у меня понравилось не дурно не дурно вот написано если у него греет карта бочку он получает два шанса а потом может еще и мимо сыграть написано что-то карты я не очень замешала давай стреляй от меня а вдруг где тюрьма где тюрьма где тюрьма это неправильно ты должен быть этот как его бритва борис бритва борис бурис стреляй гриша ты уже стреляешь людей даже без следствия посиди в тюрьме словами полежи в тюрьме тогда помни если ты случайно не ренегат случайно не короче стреляй в него напомню ренегат нужно чтобы остался последний именно последний а нам остальным шриф нужно так шриф нужно всех убить по моим проекте просто я должен вас всех убить бандитам нужно именно шриф как формулировка мустанга на одну больше нет полная формулировка для всех соперников соперников вы находитесь на расстоянии для всего ну извини тогда давай тяни там все крутые очень нет это не крутая ну знаешь тогда давай еще раз попробуем спасибо за пушку пожалуйста да давай я пожалую быть нужно точно ренегат нет не ренегат не ренегат она потому что у тебя последнюю тебя могла застрелить и что и все осталось бы жирный шериф нет она ренегат была бы потому что последний остаться ей ну да вот как тебя бы избавила она ее добить легко то что еще карта какая-то в руке но я ставлю их при себе хорошо все что наконец-то я вышел я сидел меньше 4 у меня 2 все сейчас хорошо будет сейчас я вам всем покажу такой скину мать я беру три карты кстати и одно оставляю сверху то бишь а вот это вот это и вот это и перед подумать мне какой я отправлю наверх да и который возьму я получаю я потом сразу еще раз возьму поехали каждый соперник будет наслаждаться обществом индейцев если не кинет бэнк а надо отстреливать совсем от индейцев скидывайте бэнги либо я скинула бэнг а мимо не считается нет только бэнг надо скидывать ну и ладно я возьму себе шерифу прямо в глаз стрела а это считается выстрел или нет нет вот такие что я дальше буду извращаться что же мне сделать получается мне надо понять где находится шерифом шерифом жили все находится до шериф удобно убить всех шриф всем арининграду нужно остаться после то что надо всех убить а шрифу тоже всех убить получать одинаковые задачи что только не одинаковые понятно просто один виден просто один еще один а бандитам нужно сделать только смерть шерифа да и ты у меня забрала ремингтон я открыл бандит кто алиса карсон просто тупой нормальный шум пьяный поехали сначала начну хорошего хорошего ограбления дилижанс выберу две карты так отлично окей потом стреляет так по всем ренегат реально на меня вообще не смотри я в тюрьме просидела сколько сколько просидела в тюрьме столько сколько ты подожди а ты кинула карточку да и ты по условам досрочного вышла непорядок нет я не успел вообще-то я пропускала ход как и ты на секундочку а так а вот это уже считается выстрелом потому что здесь есть да да так что сначала я за бочка но пока ребятушки это была моя последняя жизнь спасибо стреляешь прям через бочку подожди если ты выходишь я же могу стрелять теперь в него я вытянула черву могу это все ну как бы да вот это нет нет смотри это сейчас работает прямо сейчас конечно конечно потом бэнк я кстати раскрывай кто я убитая у меня нет пива у меня есть только вот это вот я так ждала что выйти на три карты это спасибо я поиграла отлично замечательная игра ну-ка строй покажи котки давай посмотрим дренигат это как бэнк значок и он может сделать гад мимо пока ренегат умирал я вытянула две карты и одна из них была червы да поэтому нетушки вот она тебе еще можешь теперь не можешь он на меня расстояние один нет смотри я вытягиваю панику ты говоришь какие карты брать я стреляю я понял что я не очень соображаю бандит я понял это они что-то еще надо делать да когда я все я не хочу стрелять в тебя мне подсказывает что зря убили ренегата могли бы хотя бы немножко шерифа продырявить так сейчас мы его и грохнем конечно шериф я за тебя давай это давай убей мой дух у нас в игре трое поэтому раскрываем три карты магазин все за покупками такой подарок щедро делаешь гандикап устраивать бэнк дуэль 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 и мимо возьмем б это будешь брать по часовой короче пока ребята убирать я скажу о том что есть еще пэнк который связан с японии насколько я помню там есть как раз таки ронины все за и так далее там персонажи насколько я помню не умирают и все игроки остаются в игре до конца так то взял дуэль из вас а это уже не важно а это не важно сам просмотрел пока пиво давай либо два теста на червя три жизни либо я и мои четыре пути знаешь насколько подло строить человека в судьбе сейчас почти сорвался на юмор на политику так что да кому мне попробуй все что ли ты стреляешь в парня который который сейчас огребет что ли как-то не устреляешь из пальца потому что дырка пусто он перешагивает через тело что все что ты должен улажать закон сброс тебе не надо делать ли мне все это говорю тебя от театре жизни жизни а это ограничивает возможности надо попробовать давай что без имени пора выйти из тюрьмы пока не определим твой имя ты будешь в тюрьме да я окей да я напоминаю что когда у вас фаза сброса вы смотрите сколько у вас пуль и вас должно остаться столько карт на руке так что внимательно за этим смотрите ваш дух мой будет вам напоминать об этом потому что меня тут уже говорить в эфирное время не зря сидела еще полчаса не платить на все мы сейчас с ним закончим уже это конец динамит хорошо ему нельзя оставлять мимо я это уже понял значит я беру беру черта пускай лучше гад стреляет по всем я сполирую просто свои действия буквально раскрываю ему судьбу но вот теперь до тебя доберусь кофе двоечка да потому что мустанг вот еще одной как у тебя меньше ну не могу использовать потому окей бери я думаю мы увидим ой как неловко получилось ну раз уже засветил давайте дальше давай меня что ли мимо это как джозли куртки вали его просто вали его одна из бросик все это уберем красивенько ох шриф шриф я вызываю спин дуэль ага понятно и еще одну почувствую жаль как жаль но ты знай знай просто об этом знаю вот моя честь этот город будет застрелила за меня а я беру три и одну наверх почему нет это фигня ну ладно вот это вот вот пускай если он выживет чудом нет не выживет сначала уверен да сейчас игра будет лучше если я останусь жив почти я предупреждал меня слишком этот город будет лучше если ты будешь это моя фраза у меня слишком красивый костюм я галантный человек поэтому я позвольте перед смертью немножко развлечься красавица передавай мне сюда где там твои мимо смотри ты можешь у него что-то отсюда забрать либо отсюда тут не забрать а сброс там пулемет у него какой-то ну сбросить именно сбросить причем отсюда можно либо отсюда нет я боюсь что я хочу чем меньше у него этих карт в руке тем лучше мустанг выпал ладно ему не нужно но я думаю что да у нас в принципе достаточно очевидно было после моей смерти потому что мы что у нас в игре два бандита ренегат и шериф вот после моей смерти было понятно что два бандита против одного шерифа в общем вот такая вот игра популярная веселая прекрасная собственно я надеюсь что вам понравилось как мы сегодня играем вот у нас сегодня было два вот такие замечательных гостя я думаю что они будут появляться у нас почаще вот так что пишите как вам наши ребята как вам как вам игра нужно ли нам сыграть еще в два дополнения отсюда вот такие вот две коробочки у нас есть bank дарина теней и bank на несколько карточек больше такие весьма говорящие со ссылочками название вот так что мы можем сыграть еще в них обязательно и большим количеством человек то что если вы хотите это увидеть обязательно пишите в комментариях колокольчики лойсы комменты лось и лось и обязательно вас может выходить с косплеем это дело то увидите какие там шляпы я не знаю у тебя есть шляпа хорошо там значок какой-нибудь там не знаю костюм женщины из салона костюм женщины на грешу женщина костюм женщины там бантиками все все кудрявый парик ему уже наденем если хотите увидеть меня кудрявом парике женском костюме ставьте лайки в общем клевая игра всем понравилась я уверен и она уж точно стоит своих денег вот это вот однозначно иван гарантирует что ивану понравился да пойдем в салон погнали